Приветствую, вышел новый патч на Bannerlord. Увеличенные хитбоксы для людей, лошадей и верблюдов. Попадать теперь будет проще, а уклоняться сложнее. Добавлена задержка в мышлении искусственного интеллекта, что сделает его более человечным. Вот это очень спорный момент, на мой взгляд. Я не понимаю, зачем они ослабили интеллект искусственный. Ведь ИИ всегда будет проигрывать опытному живому игроку. Либо разработчики имеют ввиду, что задержка влияет на какие-то небоевые ситуации. То есть просто юниты будут выглядеть более живыми. Практика покажет, обязательно пишите ваше мнение в комментах, те кто участвует в закрытом бета-тесте. Однотипная анимация войск на экране возрождения и выбора класса ваших воинов в режиме капитана была рандомизирована. То есть что это значит? Видите, юниты все по-разному себя ведут. То есть в разные стороны колышутся, там оружием кто-то куда-то и так далее. Очень классно. Добавлены звуковые эффекты при увеличении опыта и повышении уровня в многопользовательском лобби. Добавлена возможность смены клавиш чата. Вот я не совсем понял здесь. Английское T это общий чат. То есть сейчас я пишу в общий. И вот написано All, Soul, Play. Y это только чат команды. Однако непонятно, что они имели ввиду под сменой чата. Наверное вот эту кнопку Combat, значит здесь просто чат и всякие приказы показываются. И то, что нам другие люди писали. Если мы на нее еще раз нажмем, то уже присутствует информация о повреждениях, кто сколько урон нанес и тому подобное. Реализован первый вариант индикатора полученного урона. Это такая красная всплывающая табличка на краю экрана. Она показывается при получении урона. Увеличено количество элементов, которые подсвечиваются, когда вы зажимаете клавишу Alt. Убрана ячейка тестового перка, которая долгое время была на экране выбора класса персонажа. На карте Вилла исправлено несколько мест, где игрок мог застрять. Кстати, в моей группе ВКонтакте есть отдельная тема для Баннер Лор. Туда я выкладываю видео с доступом только по ссылке. То есть только из моей группы ВКонтакте вы сможете посмотреть некоторые видео. В частности о багах, о которых я сообщаю разработчикам. Ну и собственно иконка, которая всплывает, когда вы получаете урон, отличается от иконки, когда урон получает ваша лошадь. Теперь игрок не учитывается при показе численности вашего отряда в режиме капитанов. Увеличена общая производительность. Использование памяти видеокарты снижено, что должно сказаться на FPS у слабых карт с низким количеством памяти. Например, у тех, у кого по 2 гигабайта. Время отклика сети было улучшено как для сервера, так и для клиента. Отдельно улучшили стабильность сервера. Исправлен перк улучшенной брони и многие жаловались на проблемы с ним. Исправлен баг, из-за которого некоторые войска возвращались к оружию дальнего боя по приказу «Огонь по желанию». Исправлена проблема со звуками копыт. Исправлен баг с блокированием, который возникал при длительном удержании кнопки блокирования. Был баг на стороне клиента, когда он неправильно показывал повторную атаку, так вот этот баг тоже исправили. Исправлена ошибка, из-за которой игроки атаковали еще раз с задержкой после многократного нажатия клавиши атаки во время последней атаки. Исправлен баг, из-за которого цвета уведомлений о персональных повреждениях отображались некорректно. Исправлен баг, из-за которого описания параметров мультиплеера не отображались. Исправлен баг, из-за которого значки в верхней части войск ломались в режиме капитана. Исправлена ошибка, из-за которой при изменении настроек графики пропадали элементы флоры окружающей среды. Исправлен баг, из-за которого сетка волос была видна под игроком, если персонажем была лысая женщина. Ну и теперь переходим к списку известных багов, но до них пока разработчики не дошли. То есть это то, что еще не исправлено, что еще предстоит исправить. Аудио. Пространственная локализация не работает. Некоторые звуки могут воспроизводиться с неправильной громкостью и направлением. В режиме капитана некоторые конные войска глючат, ну на экране выбора класса войск. Таймер в режиме дезматча не синхронизирован. О следующем баге я также сообщал, это вкладка друзей, она сбрасывается, раскрывается полностью после каждого матча в лобби. И это очень палевно, потому что видно всех моих любовниц и как они подписаны. Осталась анимация еще не активная у некоторых классов. Женские персонажи переключаются на мужчин в режиме командного дезматча. Если игрок повторно подключается на место игрока, который отключился, его или ее имя будет отображаться как имя отключенного игрока. Значок компаса на экране зрителя исчезает через некоторое время. Мертвые лошади на земле иногда застревают. Индикатор выстрела в голову не работает должным образом. Варианты брони для войск с Тургией в режиме Капитана по-прежнему в разработке. Войска Сераев еще не имеют вариантов брони в режиме Капитана. Кстати, знали бы вы какие бугурты происходят в ветке Баннерлорд на форуме Тейлвордс? Огромное количество людей, в том числе старые игроки, просят разработчиков прежде всего сделать укролон в разработке на одиночную игру. Я также старый игрок. В Mountain Blade 1 играл еще со времен Альфы, когда там была доступна только арена и буквально один вид оружия. В реальной жизни я тогда занимался реконструкцией, то есть бои в полных латных доспехах. Ну не только в полных латных, конечно, но в том числе на стальном затупленном оружии. Я понимаю тех, кто требует одиночку, но мне прежде всего в таких играх интересен мультиплеер. Одиночка рано или поздно всегда будет пройдена. Какой бы интересный искусственный интеллект и сложный не был у ваших противников, вы все равно рано или поздно подберете к нему алгоритм действий, который вам позволит чаще всего, а то и в 100% случаях, побеждать. Что же касается мультиплеера, каждый человек уникален. Да, вы сможете стать крутым воином в мультиплеере, будете опытны, как я или даже круче. Но, например, даже меня бывает совершенно абсурдно, убивают новички. Либо из стрелков в оружие, либо в ближнем бою. Просто они тупо, не думая, машут. А я начинаю там что-то извихляться, как-то блокировать, какие-то обманки кидать. А они даже не знают, как это делать. И просто за счет своей тупости к ним нужен определенный подход. Но они меня убивают, тем не менее. И не только меня, то есть такое иногда. Конечно, в большинстве случаев я их убью и более опытные игроки. Но иногда даже, как говорится, веник стреляет. Хотя стоит отдельно сказать, что я обожаю эксперименты различные. И зачастую себе специально усложняю условия. Вот, например, дуэлюсь я практически постоянно специально без счета. Да, я знаю, что со счетом это увеличит значительно мои шансы победить. Но я специально блокирую, учусь блокировать вручную. Пробую разное оружие. Его дистанцию стараюсь прочувствовать. Разные типы, классы, войск, разные тактики. Из-за этого я очень часто сливаюсь гораздо больше, чем я мог бы, если бы заморачивался и играл чисто на статистику и чисто на результат, на победу. В общем, суть в том, что мультиплеер позволит игре жить вечно. Я хочу видеть в Баннерлорде систему рейтинга. Я хочу видеть турниры ежемесячные, ежегодные, если будет угодно. Может быть, какие-то ачивки, достижения, звания, титулы, как в Доте. Почему бы и нет, собственно. Это игра высочайшего класса, популярная. Я не говорю, что нужно копировать Доту. И там мне закидают шапку. Милую Доту для быдла. Я не говорю. То есть, механика Баннерлорда. Но сделать, чтобы было интересно. То есть, чтобы были какие-то, может быть, сезоны, компендиумы, в конце концов. Что-то еще. Рыцарские турниры должны быть здесь. У одиночных игр в большинстве своем маленький период полураспада. Если я хочу культовую одиночную игру, я поиграю в Ведьмака. Я подожду Cyberpunk 2077. Но тот же Ведьмак, тот же Cyberpunk. Но большинство людей проходит игры по одному разу. Ну хорошо, ну два раза. Вы раскроете абсолютную большую основную часть контента. Посмотрите Kingdom Come Deliverance. Игра, у нее онлайн гораздо ниже, чем у того же Martau. Гораздо ниже, чем у того же For Honor. Пожалуйста. Эти проекты живут чисто за счет онлайна. И они развиваются и зарабатывают за счет онлайна. Чтобы развиваться, разумеется, разработчикам нужен заработок. И поэтому, в том числе, я за онлайн. Практически предел мечтаний это официальный, я подчеркиваю, официальный мой RPG сервер по баннер лорду с фулл дропом и свободным, ненаказуемым пвп. Чтобы без вот этой тупости, как в линейдж, ты кого-то убил, блин, и за тобой гоняются неубиваемые какие-то стражники боты. Причем они тебя убьют, и из тебя все выпадет. А ты убиваешь, ни с кого ничего не выпадает. Короче, ставьте лайки, подписывайтесь. Прочту ваше мнение в комментах.